МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире на Уральской обещательной кампании в студии Мария Антонова. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Сегодня в выпуске. Уральских сенаторов срочно вызвали в Москву. В России начался призыв в вооруженные силы страны. Известный баритон Владимир Полторак вновь на новоуральской сцене. Уральских сенаторов срочно вызвали в Москву. Сегодня в Совете Федерации проходит внеочередное заседание, на котором обсуждают вопрос расторжения соглашений по Черноморскому флоту. Напомним, в понедельник депутаты Госдумы приняли решение прекратить действие соглашений. За это проголосовали почти единогласно все депутаты. Ранее СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации сообщали, что Россия начинает процесс расторжения ряда двухсторонних российско-украинских документов, в том числе соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота. Сегодня, 1 апреля, в российской армии начинается весенний призыв на военную службу. В текущем году ряды вооруженных сил России пополнят 154 тысячи человек. Об этом объявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе весенней кампании не будут призываться жители Крыма и Севастополя. Из Свердловской области должны отправиться служить около 4 тысяч молодых людей. Призывники прошлого года сейчас несут службу во всех округах России и во всех видах вооруженных сил, в внутренних войсках МЧС, в полку охраны президента, научных и спортивных ротах. А как обстоят дела с призывом в Новоуральске, расскажет Михаил Козлов. Ну нет, конечно, это не первоапрельская шутка. В соответствии с указом президента Российской Федерации, на территории Российской Федерации объявлена признанная кампания. В этот весенний призыв в ряды вооруженных сил из Новоуральска должно уйти 82 новобранца. Сейчас новоуральцы, которым исполнилось 18 лет, проходят медкомиссии. Если оценивать итоги осеннего призыва, здоровье многих молодых людей оставляет желать лучшего. Но в военкомате уверены, Новоуральск не подведет, и ряды вооруженных сил России пополнятся планируемым количеством новобранцев. Ребят мы отправляем во все родовойск, отправляем по всей территории нашей страны, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. Теперь, вероятно, уже и в Крым будем отправлять. Я так предполагаю, что первоначальный этап – это будут проходить службы военнослужащих по контракту, потому что регион такой еще пока новый для освоения российскими войсками, для прохождения службы российскими призывниками. В этом году в Новоуральске после получения лицензии в мае откроется отделение ДСАФ – специализация обучения водителей категории С. Поэтому у ребят появится возможность получить и будущую профессию. Также Минобороны приглашают всех, кому еще предстоит проходить срочную службу, задуматься о возможном поступлении в военные институты. России нужны не только солдаты, но и кадровые офицеры. Михаил Козлов, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Кто-то только готовится отдать долг Родине, а кто-то уже выполнил его с честью. Традиции российской армии уходят в глубину веков, и мы можем годиться доблестью и своих предков, и современных героев – защитников Родины, живущих рядом с нами. Об одном из них расскажет Анна Акрамова. Знакомьтесь, Александр Горячев – инспектор ДПС, прапорщик полиции, а после службы – заботливый семьянин. Казалось бы, ничего особенного, таких немало. Но совсем недавно, в свои 32, Александр получил сразу пять медалей. Как участник контртеррористических операций, боевых действий, медали за ратную доблесть и за службу на Северном Кавказе. Благодарственное письмо от имени руководства оперативной группы МВД России по Карабудахкенскому району. В июле прошлого года Александр был отправлен в составе опергруппы от Свердловской области в служебную командировку в Дагестан. Вдали от дома он провел полгода. В составе огневой группы Свердловской области участвовали в контртеррористических операциях и выполняли повседневные функции, что выполняем здесь. Помимо того, досматривали автомобили на предмет обнаружения наркотических веществ, оружия, взрывчатки и так далее. Нашли наркотические вещества. В ГУВД присвоили звание. Давать интервью Александр не привык. Скромничая говорит, просто выполнял свой долг. И все же шесть месяцев службы дались нелегко. Однако грела мысль, дома его ждет семья. Сложность заключалась в том, что далеко от дома, что родные ждут и самой безысходности, что ли, что если что-то случится, что ты ничем помочь не сможешь сразу. Только со временем. А так, ну, жена молодец, дети здоровы. Звонили, там есть интернет, работает. Все как бы в интернете, в скайпе разговаривали. Телефон, как бы связь, все доступно. По возвращению из командировки Александра дома встречали супруга Анна. Десятилетняя дочь Варвара и двухлетние близняшки Кира и Таисия. Младшие дочери, не видевшие папу полгода, узнали его не сразу. Поначалу встали так в ступор, посмотрели такие. А потом ничего, все узнали, все хорошо. Красотки. Сейчас Александр Горячев уходит на повышение в УВД в дежурную часть. Полугодовая командировка на Северный Кавказ была первой в его жизни. Возможно, не последней. Но пока Александр свободное время уделяет своей семье. Говорит, за полгода дел накопилось немало. И, быть может, новобранцы, отправляющиеся в этот весенний призыв защищать Родину, в будущем придут работать в органы внутренних дел и когда-нибудь, как Александр, отправятся в длительную командировку, чтобы выполнить свой служебный долг. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. Мы продолжаем вспоминать, как строился и развивался наш город. Сегодня в рубрике «60 мгновений истории» расскажем о мемориале красногвардейцам Гражданской войны. Обелиск Героям Гражданской войны на привокзальной площади был открыт в 1949 году. Он был выполнен из металла, а сооружен по приказу начальника строительства номер 865 генерала Бойкова в честь 30-летия с начала Гражданской войны. Надпись на обелиске гласит «Красноармейцам Гражданской войны, павшим за советскую власть». К 75-летию революции в 1992 году он был отреставрирован. Общая его высота составляет 7,5 метров. В 1918 году действительно шли ожесточенные бои на разъезде железной дороги, идущей от станции Таватуй к Верхневенску. Продолжались они более двух недель. Белогвардейцам сначала не удалось сломить сопротивление 2-го горного полка на этом участке фронта. Белочехи неоднократно предпринимали обходные маневры по горной верхней дороге от станции Тарасского прямо на Верхневенск, но каждый раз отступали. Тогда белогвардейцы обошли озеро Таватуй по восточному берегу и вышли на горы у поселка. Можно только представить себе, насколько сложным был этот переход. Установив пушку и пулеметы, они начали обстрел станции, находившихся на ней пяти железнодорожных составов. Четыре состава красноармейцам удалось вытянуть на станцию Неева-Рудянка. Оставшиеся бойцы Красной Армии приняли бой. 25 августа 1918 года поселок Верхневенский был взят. Сегодня уже не осталось горожан, которые помнят эти далекие события. Напоминает о них только обелиск. Юбилей собирает всех, кому дорог Новоуральск. В город приехал замечательный баритон Владимир Полторак, в 90-е годы работавший в нашем театре оперетты. На встрече побывала Дарья Максимкина. Оперный стаж Владимира Полторака более 25 лет. За это время он успел поработать или побывать с гастролями почти во всех регионах России. Выступал на подмостках ведущих театров Венеции, Лиссабона и Сан-Паулу. После долгих переездов и творческих поисков устроился в Магнитогорский театр оперы и балета, где работает по сей день. У меня до Новоуральска, тогда Свердловска 44 еще, было два театра. Томск 7 и Красноярский оперный. Там я поработал по годику, немножко буквально. И придя сюда, вот тут началось по-настоящему жизнь театральная. Я понял, что это такое, как и чего. На нашей сцене Владимир Полторак исполнял ведущие партии в опереттах «Мистер Икс», «Веселая вдова» и «Прекрасная Елена». Творческое становление не прошло без курьезов. Один из таких случаев Владимир Полторак с удовольствием вспомнил сегодня «Международный день смеха». Замечательные актеры были Геннадий Автайкин, Вячеслав Сердюков. На «Прекрасной Елене» они меня подкололи так, что сами по кулисам сползли. Александр Давидович Гончаров, дирижер, под пульт ушел. А я стоял с вот такими глазами и пел куплеты Париса, не зная, как же мне дальше вообще выбраться. Потому что идет вступление, и Гена Автайкин, на тот момент заслуженный артист России, депутат городской думы, замдиректор театра, подлетает перед самым моим вступлением и на ухо «Ты слова не забыл?» и шепнул мне такое. Нет, на камеру такое говорить, в общем-то, особо нельзя. Там текст «Раз три богини в полдень ясный, жаркий, спор вели о том, кто из них из трех прекрасней фигурой умом». Должен запеть, все, я знаю хорошо текст. То, что он мне шепнул, я запел «Раз три богини, как-то там не так стали, жаркий спор в виде о том. Зал в хохоте, у меня ужас на глазах, эти по кулисам вдвоем сползают. Два заслуженных артиста, великих артиста, я считаю, просто вот так вот поползли по кулисам и пой дальше называется. Ну, в общем, там было весело. Так что в этом театре, вот в этом театре, ко дню смеха всегда готовились очень серьезно. Размышления о вечном, от Моцарта до Штрауса. Название не только грядущего концерта, но и первого сборника стихов певца. Книга еще не вышла. Первые экземпляры прибудут в наш город накануне премьеры. Каждое произведение в этом концерте будет предварять стихотворение из этой книги, которое относится непосредственно к этому произведению. О том, как уживутся на одной сцене опера и поэзия, новоуральский зритель сможет узнать в эту пятницу, 4 апреля. Дарья Максимкина, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Первое апреля, день смеха, является неофициальным всенародным праздником. Откуда возник этот праздник? Из Франции, Мексики, Англии или Швеции до конца не ясно. Одно известно точно. Уже примерно 2000 лет назад в Древнем Риме справляли праздник, похожий на сегодняшний день смеха. В этот день по всему Риму люди шутили и устраивали разные розыгрыши. В средние века при дворах европейских и азиатских правителей стало очень популярно заводить шутов. Некоторые европейские города имели целые династии шутов, людей, которые из поколения в поколение передавали традиции шуток и юмора. При российском дворе тоже были шуты, при этом не только из простых семей. Например, в правлении императрицы Анны Иоанновны шутам жаловали графские и княжеские титулы. Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатые ходили по улицам и приглашали всех пройти на неслыханное представление. От зрителей отбоя не было, а когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью «Первый апрель никому не верь». На этом неслыханное представление закончилось. С появлением интернета на первое место выходят шутки и первоапрельские поздравления, которые отправляются по почте и смс-сообщениями. Иными словами, 1 апреля – сегодня это лишний повод для того, чтобы продемонстрировать чувство юмора и подарить улыбку своим друзьям. И в завершение выпуска о погоде на 2 апреля. Природа продолжает с нами шутить, зима не сдается. Синоптики обещают ночью – минус 7, минус 9, утром возможен небольшой снег. Температура воздуха днем 0, плюс 4 градуса, давление ртутного столба 726 миллиметров, ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра. Всего вам хорошего.